Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжаем изучение темы формулы сокращенного умножения квадрат суммы и разности двух выражений. Сегодня на уроке мы будем применять формулы квадрата суммы и разности двух выражений при решении уравнений и неравенств, нахождении значений числовых выражений и доказательстве утверждений. Решим следующее уравнение. 2х-5 в квадрате минус произведение 2х-3 на 2х-3 равно 0. В данном случае мы видим, что мы можем применить две формулы сокращенного умножения. Первая формула – это квадрат разности двух выражений. Вторая формула – это разность квадратов двух выражений. Так, используем первую формулу для преобразования левой части данного равенства. 2х-5 в квадрате расписываем по формуле. 2х в квадрате минус 2 умножить на 2х умножить на 5 и плюс 5 в квадрате. 2х-3 умножить на 2х плюс 3 – это и есть разность квадратов двух выражений. То есть первое выражение – это 2х, второе выражение – это 3. То есть внутри скобки мы записываем разность 2х в квадрате минус 3 в квадрате. Упрощаем левую часть данного равенства и получаем 4х в квадрате минус 20х плюс 25 минус 4х в квадрате плюс 9. Давно все это нулю. Приводим подобные в левой части равенства. 4х в квадрате и минус 4х в квадрате взаимно уничтожаются. И мы получаем уравнение. Минус 20х равно минус 34. То есть 25 мы прибавили, 9 получили 34 в левой части равенства и перенесли с противоположным знаком в правую часть равенства и получили данное уравнение. Теперь разделим обе части данного уравнения на минус 20 и получаем значение х, равное 1,7. И записываем ответ 1,7. Решим следующее уравнение. 2 умножить на 2х плюс 1 в квадрате минус 8 умножить на х плюс 1 умножить на х минус 1 равно все это нулю. Также воспользуемся двумя формулами. Первая формула – это квадрат суммы двух поражений. И вторая формула – это разность квадратов двух выражений. Применяем данные формулы и мы получаем в левой части равенства следующее выражение. 2 умножаем на сумму 2х в квадрате плюс 2 умножить на 2х умножить на 1 плюс 1 в квадрате минус 8 умножим на разность квадратов выражений х в квадрате и 1 в квадрате. Выполняем преобразование и получаем в левой части этого равенства выражение 2 умножить на 4х в квадрате плюс 4х плюс 1 минус 8х в квадрате плюс 8 равно нулю. Раскрываем скобки в левой части равенства и получаем 8х в квадрате плюс 8х в квадрате плюс 8. 8х в квадрате и минус 8х в квадрате взаимно уничтожаются и мы получаем уравнение 8х плюс 10 равно нулю. 10 переносим в правую часть равенства с противоположным знаком и разделим обе части этого уравнения на 8 и получаем х равно минус 1,25. Применим формулу сокращенного умножения для решения неравенств. В левой части данного неравенства мы видим формулу квадрата суммы двух выражений. И также нам необходимо найти произведение двух многочленов. Это многочлен у плюс 3 и у минус 9. Преобразуем левую часть данного неравенства следующим образом. у в квадрате минус 9у плюс 3у минус 27. Это произведение двух многочленов. у плюс 4 мы возводим в квадрат. То есть находим квадрат первого выражения, прибавляем удвоенное произведение первого и второго выражений и плюс квадрат второго выражения. Правую часть данного неравенства мы оставляем без изменений. Упрощаем левую часть данного неравенства и получаем многочлен вида у в квадрате минус 6у, минус 27, минус у в квадрате минус 8у, минус 16, больше или равно чем 5, минус 13у. Приводим подобные члены в левой части неравенства и у в квадрате и минус у в квадрате взаимно уничтожаются. Минус 6у, минус 8у дает нам минус 14у, минус 27, минус 16 будет минус 43. Правую часть данного неравенства мы переписываем без изменений. Теперь переносим минус 13у в левую часть данного неравенства с противоположным знаком, то есть мы получим минус 14у плюс 13у, то есть в левой части мы имеем минус у. Теперь минус 43 с противоположным знаком перенесем в правую часть данного неравенства и в правой части получим 5 плюс 43, то есть 48. Теперь мы видим, что в левой части нам дан минус у, то есть коэффициент равен минус единице. Мы умножим обе части данного неравенства на минус единицу и вспомним, что при умножении обеих частей неравенства на отрицательное число, знак неравенства меняется на противоположное, то есть мы получаем у меньше или равно, чем минус 48. Изобразим решение данного неравенства на числовой прямой, отметим точку минус 48. Мы видим, что неравенство не строгое, значит точка минус 48 будет закрашена. И часть данной числовой прямой, которая удовлетворяет данному условию, это, соответственно, промежуток от минус бесконечности до минус 48. Включаем минус 48. Вычислим квадраты следующих чисел. 1001 в квадрате, 49,9 в квадрате и 64 в квадрате. Для того, чтобы выполнить вычисление, мы можем воспользоваться формулами сокращенного умножения. То есть 1001 мы можем представить как сумму двух чисел. 1000 и 1. Так, мы имеем формулу квадрата суммы двух выражений. То есть мы должны возвести в квадрат первое выражение, прибавить удвоенное произведение первого и второго выражений и прибавить квадрат второго выражения. Значит, мы 1000 возводим в квадрат, прибавляем 2 умноженное на 1000 и умноженное на 1 и прибавляем в квадрат единицы. Вычисляем данное значение и получаем 1.002.001. Для того, чтобы вычислить квадрат числа 49,9, нам необходимо также число 49,9 представить в виде квадрата суммы либо квадрата разности. Но при этом нам удобно подбирать числа, которые оканчиваются на 0 и значение которого удобно посчитать. Так, например, 49,9 мы можем представить в виде разности. 50 минус 0,1. Тогда мы имеем квадрат разности двух выражений. То есть мы находим квадрат первого выражения минус удвоенное произведение первого и второго выражений плюс квадрат второго выражения. 50 в квадрате – это и есть 2500. 2 умножаем на 50, получаем 100. 100 умножаем на 0,1 и получаем 10. И 0,1 в квадрате – это и есть дробь 0,01. Тогда, выполнив вычисление, мы получаем значение квадрата данного числа, равное 2000, 490,01. 64 в квадрате мы представим в виде суммы 60 плюс 4 и эту сумму мы возведем в квадрат. То есть 60 возводим в квадрат, прибавляем удвоенное произведение первого и второго выражения, то есть плюс 2 умножить на 60 и умножить на 4. И прибавляем квадрат второго выражения, то есть плюс 4 в квадрате. Выполняем вычисление, и значение квадрата числа 64 будет равно 4096. Для того, чтобы найти квадрат числа, которое оканчивается на 5, существует определенное правило. Так, например, любое число, которое оканчивается на 5, мы можем представить в виде суммы 10х плюс 5. И возведем эту сумму в квадрат, то есть запишем квадрат в выражении 10х плюс 5. Применив формулу сокращенного умножения, мы получаем 10х в квадрате плюс 2 умножить на 10х умножить на 5 и плюс 5 в квадрате. В итоге мы получаем многочлен 100х в квадрате плюс 100х плюс 25. И вынеся общий множитель для выражения 100х в квадрате плюс 100х, мы получим следующее выражение. 100х умножить на х плюс 1 плюс 25. Применим данное правило для того, чтобы найти квадрат числа 35. 35 в квадрате. Мы отбрасываем единицы, то есть пятерку отбросили, и осталось 3. 3 умножаем на следующее за ним число, то есть 3 умножаем на 4, умножаем на 100 и к результату прибавляем 25. То есть любое число, оканчивающееся на 5 при возведении в квадрат, всегда оканчивается на 25. И мы получаем в результате число 1225. Чтобы найти квадрат числа 105 в квадрате, мы отбрасываем единицы, то есть отбрасываем цифру 5, и у нас остается 10. Мы 10 должны умножить на следующее за ним число, то есть 10 умножить на 11 и к результату приписать 25. То есть мы 10 умножили на 11, получили 110, к результату приписали 25 и получили 11025. Вычислим значение следующего выражения. Нам дана дробь, в числителе которой разность квадратов двух выражений. 59 в квадрате минус 41 в квадрате. В знаменателе нам дана следующая сумма. 59 в квадрате плюс 2 умножить на 59 умножить на 41 плюс 41 в квадрате. Числитель и знаменатель данной дроби – это и есть формула сокращенного умножения. В числителе – это разность квадратов двух выражений, а в знаменателе – это квадрат суммы двух выражений. То есть мы запишем числитель как произведение двух множителей 59 минус 41 и 59 плюс 41, а знаменатель мы запишем как 59 плюс 41, и все это в квадрате. Так как а – это число 59, b – это число 41, а посередине нам дано удвоенное произведение а и b. В данном случае мы можем выполнить сокращение. Если у нас в числителе есть сумма 59 плюс 41, а в знаменателе квадрат сумма 59 и 41, мы можем сократить и получаем дробь 59 минус 41 делить на 59 плюс 41. Посчитаем значение числителя и знаменателя и получаем дробь 18 сотых или 0,18 в виде десятичной дроби. Применим формулу сокращенного умножения и для находения следующего выражения. В данном случае мы видим, что числитель – это квадрат разности двух выражений, а знаменатель – это разность квадратов двух выражений. В числителе а равно 87, b равно 67. Посередине мы имеем удвоенное произведение первого и второго выражений. То есть мы запишем как 87 минус 67, все это возведем в квадрат. 87 в квадрате минус 67 в квадрате мы запишем как произведение 87 минус 67 умножить на 87 плюс 67. Также выполняем сокращение. 87 минус 67 в квадрате и 87 минус 67 мы сократим на 87 минус 67. Тогда мы получаем дробь, в числителе которой нам дана разность 87 и 67, а в знаменателе сумма этих чисел. Вычисляем значения числителя и знаменателя, получаем дробь 20,154, после сокращения имеем дробь 10,77. Докажем, что при любом значении х выражение х в квадрате минус 16х плюс 64 принимает неотрицательные значения. То есть нам необходимо решить неравенство х в квадрате минус 16х плюс 64 больше или равно 0, так как неотрицательные значения. Если мы посмотрим на левую часть данного неравенства, то мы видим, что мы можем данный трехчлен записать в виде квадрата двучлена, то есть применить формулу квадрата разности двух выражений. Так х в квадрате минус 16х плюс 64 мы запишем как х в квадрате минус 2 умножить на х умножить на 8 плюс 8 в квадрате. Здесь первое выражение это х, второе выражение это 8. Значит, в левой части этого неравенства мы имеем квадрат двучлена х минус 8 больше или равно 0. Но нам нужно было доказать, что при любом значении х данное выражение принимает неотрицательные значения. Мы смотрим, что нам дана степень с основанием х минус 8 и показателем равным 2. То есть показатель это четное число. Если мы любое выражение возведем в четную степень, то результат будет всегда положительным, либо в данном случае равен 0. То есть мы доказали данное утверждение. Таким образом, сегодня на уроке мы научились применять формулы квадрата суммы и разности двух выражений при решении уравнений и неравенств, нахождении значений числовых выражений, а также при доказательстве утверждений. На этом наш урок завершен. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok